Ну что, во-первых, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Наступающий Новый год – это всегда стресс и ужас, особенно в нынешних условиях, потому что, как вы знаете, этот год был невеселым, журнал «Тайм» объявил его худшим годом всех времен, что, конечно, явное преувеличение, но на самом деле действительно стресс даже неосознаваемый. И мы переживаем очень большое сейчас в связи с изменением нашего вообще образа жизни, мыслей, действий и так далее. И этот стресс живет сейчас в каждом человеке. То есть это такая разлетая пандемия стресса. Но, конечно, даже во время войны, я вам скажу, стресс – это веселее. Плохое сравнение, конечно. Но правда, когда во время войны люди заняты, по крайней мере, понятен враг. Есть, понятно, чем заниматься. Есть угрозы ее, очевидно. А вирус, он такой весь вокруг, непонятно где. Люди потихоньку сходят с ума, друг другу передают это нервное напряжение. В результате, конечно, мы сейчас все, я вам скажу, не в лучшей форме. И тем более тут, понимаете, Новый год. Почему я не люблю Новый год? Давайте я поворчу. Буду сегодня ворчу нам. Ну, чуть-чуть. Новый год проблемен. Почему? Потому что мы к нему психологически готовимся. Вообще, на самом деле, любая дата, к которой мы психологически готовимся, или любое действие, к которому мы психологически готовимся, это большая психологическая ловушка. Почему? Потому что наш мозг живет временными периодами, которые он сам как-то по себе там определяет. Мы это активно в свое время исследовали. Исследовали это на подводниках, на всяких разных специальных группах, которые изолируются на длительное время, и потом смотрят, как у них происходит групповая динамика, как у них психофизиология меняется под воздействием вот этих фаз адаптаций. Вот. И в чем фокус-то? Потому что психика, она что делает? Она с вами, она у нас что делает? Она предсказывает событие, какое будет, и она это событие ждет. Пока она его ждет, она проходит фазы адаптации. С фазами адаптации хитрость. Когда вы входите в очередной жизненный период, у вас сначала, что называется, медовый месяц. Как в свадьбу. Входите в свадьбу, медовый месяц. Ну, по идее, так должно быть. Сейчас уже непонятно, какие свадьбы, какие месяцы. Но, в общем, по идее, должно быть сначала состояние, при котором вы как-то думаете, ну, все, новая жизнь началась. Вот так в новом году, может быть, новая жизнь началась. Надо все там и так далее. Начинаете вы куролесить в связи с этой новой жизнью, новыми событиями и делами. А мозг-то, он же еще не имеет инструментов, которые ему необходимы для того, чтобы эту новую жизнь понять, принять и простить, что называется. И поэтому возникает первый кризис дезадаптации. Кризис дезадаптации, который приходится на первую треть любого адаптивного периода, в котором у нас наступает разочарование. Значит, так оно наступит в связи с Новым годом. Потому что есть это такое психологическое ожидание. Даже у меня. Я человек-то с таких материалистических взглядов. Новый год не считаю каким-то сверхъестественным событием. Считаю, что наступит полночь. Но все равно вот эта суета общая, там, динглбэлс происходящие и так далее, даже меня ввлекает в это такое всеобщее веселье. Ну, и бог бы с ним. Но если есть какое-то внутреннее ожидание, то, понимаете, пишут эти мечты на бумажке, жгут их, суют в это шампанское, жрут это все. Ужас, это катастрофа. Значит, это что такое? Есть вот это ожидание, что что-то другое начнется. Если начнется, мозг готовится к другому. У него такое, вау, что-то другое. Дальше начинается это другое. У него инструментов каких-то новых-то нет. Вы какими были 31 декабря, такими будете 1 января. Тут не поменялось ничего. Ничего. Будет стресс. Дезадаптация. Потому что ждешь, а все, понимаете, хотели праздника, а случилось. «Русская свадьба». Как-то снимают фильм. Я не смотрел, но говорят веселый. С мордобоями и прочими разочарованиями жизнами. В общем, короче говоря, наступит кризис дезадаптации. После этого кризиса мы поймем, что жизнь продолжается, несмотря на то, что случилось полночь. И 1, 2, 3, 10, 25 случается. И надо с этим как-то жить дальше. И то, что чудо не произошло, тоже надо с этим как-то жить дальше. Ожидаемого счастья тоже как-то не случилось, несмотря на все предновогоднее настроение. И мы начинаем как-то так адаптироваться. И вот к февралю, собственно говоря, обычно все выходят в какое-то уже взрывомыслие. После всяких разных треволнений и разочарований начинается такая работа. И она как-то длится до майских праздников, потому что там тоже снова начинается кризис дезадаптации. Я вам рассказываю классические циклы нашего безумия. Потом у нас такой будет 1 сентября и вот сейчас такие рубежи мозг ставит и на них все время спотыкается. И моя задача, я же в анамнезе психоперапевт и переживаю за всех. И пытаюсь все время рассказать, как так быть, чтобы, собственно, такой беды-то не было. И предлагает, предлагает фокус, фокус-фокус. Он состоит в следующем. Вот когда я пишу книгу, значит, вот уже сейчас я пишу, это просто как пример. Вам не писать необязательно. Это то еще занятие, скажем. Я думаю про то, обязательно надо думать, что ты будешь писать в следующей главе. Потому что если ты думаешь про эту главу, ты ее никогда не закончишь. Надо все время думать про следующую главу, когда вы что-то делаете. Ее уже продумывать. Когда при этом этого тоже недостаточно. Чтобы всю книгу написать, надо думать про следующую книгу, которую ты будешь писать. Тогда эту ты начинаешь, как бы мозг говорит, а, надо собраться, надо действовать. И он начинает бежать, потому что там уже что-то есть. То есть надо думать через фазу. Не через то, что случается, а на следующую. То есть если вы сейчас будете думать, условно говоря, про майские праздники. Это я иронизирую, но просто, чтобы было понятно, как пример. То вы Новый год пройдете легче. Потому что ваш график адаптации сместится. И там, где у вас после плата начнется спад, второй период здесь адаптации. У вас там уже начнется другая новая жизнь. Поэтому вот это такой лайфхак. Первый, который я вам сегодня расскажу. Значит, первый лайфхак, как быть продуктивными, добиваться результата, чтобы мечты сбывались, книжки писались, и дела делались, и люди вокруг вас не молчали. Нужно все время думать через шаг. То есть не думайте про Новый год, думайте про 14 января. Думайте про 1 февраля. Думайте про что-нибудь, что будет дальше. Что там будет происходить, что вы будете делать. Это первая такая важная вещь. Точно так же и с мечтами. Тоже, знаете, мечты иногда. Хочу вот того-то и того. А дальше что? Надо все время понимать, что мечта должна быть такая, после которой будет еще что-то. И это что-то вы плюс-минус представляете что. Потому что если вы начинаете думать только про это, вы никогда эту мечту не реализуете. Вы постоянно будете подходить, и вас будет отбрасывать. Подходить и отбрасывать. Как только вы что-то мечтаете, после того, как случится то, что вы мечтаете, и думаете про это, то вы уже как бы не заметите, как пройдете то, что хотели. Вы мечтаете. Поэтому это первый лайфхак. Учит нас этому Новый год. Психиатрия. Приветствую вас еще раз.